Фридрих Иоганнес Генрих Рудольф Вагнер в 24 года стал доцентом университета, в 27 экстраординарным профессором, в 28 ординарным профессором. Он написал несколько замечательных трудов по анатомии и физиологии животных, перевел на немецкий огромную монографию «Естественная история человека», а в 35 Вагнер был приглашен в один из самых почтенных университетов Европы – Готингенский. Много лет Вагнер посвятил антропологическим проблемам, а в 1861 году по его инициативе в Готингене был проведен сиест антропологов. Замечательный ученый-христианин, обратившись к вопросам происхождения человека, оставил нам следующую фразу. «Самую дивную особенность Писания, несомненно, составляет то, что оно непоколебимым образом укрепляет убеждение в его божественном происхождении того, кто с истинным усердием и полной преданностью углубляется в него и по нему проверяет свои внутренние и внешние переживания». Фридрих Вагнер Фридрих Вагнер